Иван Сергеевич Тургенев. Два приятеля. Весной 1840 года Борис Андреевич Визовнин, молодой человек, лет 26, приехал в свое родовое поместье, лежащее в одной из губерний средней полосы России. Он только что вышел в отставку по домашним обстоятельствам и намеревался заняться хозяйством. Мысль благая, конечно, но возымел ее Борис Андреевич, как оно, впрочем, большую часть ее бывает, против воли. Доходы его уменьшались с каждым годом, долги увеличивались. Он убедился в невозможности продолжать службу, жить в столице, и, словом, жить, как жил до тех пор, и решился, скрепя сердце, посвятить несколько дней на исправление тех домашних обстоятельств, по милости которых он внезапно очутился в деревенской глуши. Визовнин нашел свое имение расстроенным. Усадьбу запущенной, дом чуть не в развалинах. Сменил старосту, уменьшил оклады дворовых, очистил себе две-три комнатки и велел положить новые теснинки там, где протекала крыша. Впрочем, не предпринял никаких резких мер и не затеял никаких усовершенствований вследствие той, по-видимому, простой мысли, что должно, по крайней мере, узнать сперва то, что желаешь усовершенствовать. Вот он и принялся узнавать хозяйство. Начал, как говорится, входить в сущность дела. Должно признаться, что входил он в сущность дела без особенного рвения и не торопясь. С непривычки он скучал в деревне сильно и часто не мог придумать, куда и на что употребить целый длинный день. Соседей у него было довольно много, но он не знался с ними. Не потому, чтобы чуждался их, а так как-то не приходилось ему с ними сталкиваться. Наконец, уже осенью довелось ему познакомиться с одним из самых близких ему соседей. Его звали Петром Васильевичем Крупицыным. Он когда-то служил в кавалерии и вышел в отставку поручиком. Между его мужиками визовнинскими с незапамятных времен шел спор о двух с половиной десятинах сенокосной земли. Дело нередко доходило до драки. Копны сена таинственно переезжали с места на место. Происходили разные неприятности. И, вероятно, много еще лет продолжался бы этот спор, если б Крупицын, узнав стороной о миролюбивых свойствах Бориса Андреевича, не поехал к нему для личного объяснения. Объяснение это имело последствия очень приятные. Во-первых, дело прекратилось, тотчас же и навсегда, к обоюдному удовольствию владельцев. А во-вторых, и сами они друг другу понравились, стали часто видеться, а к зиме сошлись уже так, что почти не расставались. А между тем, общего между ними было немного. Визовнин, как человек, хотя сам не богатый, но происходивший от богатых родителей, получил хорошее воспитание, учился в университете, знал разные языки, любил заниматься чтением книг и вообще мог считаться человеком образованным. Крупицын, напротив, говорил с грехом пополам по-французски, без особенной нужды книги в руки не брал, и скорее принадлежал к числу людей необразованных. Наружностью приятели тоже мало походили друг на друга. Визовнин был довольно высокого роста, худ белокур и смахивал на англичанина. Держал свою особу, особенно руки в большой чистоте, одевался изящно и щеголял галстуками столичные привычки. Крупицын, напротив, был роста небольшого, сутуловат, смугл, черноволос, и лето и зиму ходил в каком-то пальто-саке с оттопыренными карманами из сукна бронзового цвета. «Мне этот цвет зато нравится», — поговаривал Петр Васильевич, что он не марок. Цвет сукна действительно не был марок, но само сукно порядком подзапачкалось. Визовнин любил хорошо покушать и охотно говорил о том, как приятно хорошо кушать и что значит иметь вкус. Крупицын ел все, что не подавали ему, лишь бы только было на чем потрудиться. Попадались ли ему щи с кашей, он с удовольствием хлебал щи и заедал их кашей. Предоставлялся ли ему немецкий жидкий суп, он с той же готовностью налегал на суп. А случалась тут каша, он и кашу тут же валил в тарелку, и ничего. Квас любил он по собственному выражению как отца родного, а вина французские, особенно красные, терпеть не мог и называл кислятиной. Вообще Крупицын был очень далек от брезгливости, тогда как Визовнин менял в день два носовых платка. Словом, приятели, как мы уже сказали выше, не походили друг на друга, однако в них было общее. Оба они были, что называется, добрые-малые, простые ребята. Крупицын таким родился, а Визовнин стал таким. Кроме того, они оба еще отличались тем, что ни тот, ни другой ничего особенно не любил, то есть не имел ни к чему особенной страсти или привязанности. Крупицын шестью или семью годами был старше Визовнина. Дни их проходили довольно однообразно. Обыкновенно утром, однако не слишком рано, часов в десять, Борис Андреевич еще сидел возле окна в красивом шлафроке нараспашку, причесанной, вымытой и в белой, как снег, рубашке, с книжкой и чашкой в чая. Дверь отворялась, и входил Петр Васильевич с обычным своим небрежным видом. Деревенька его находилась всего в полуверсте от Визовной, так называлось имение Бориса Андреевича. Притом Петр Васильевич очень часто оставался на ночь у Бориса Андреевича. «А, здравствуйте!» говорили они оба в одно время. «Как почивали!» И тут же Фидюшка, мальчик лет пятнадцати, одетый казачком, у которого даже волосы, стоявшие дыбом, как у Турухта навесной, на затылке, имели вид заспанный, приносил Петру Васильевичу его шлафрок из бухарской материи, и Петр Васильевич, предварительно крякнув, облекался в свой шлафрок и перенимался за чай и за трубку. Тут начинались разговоры. Разговоры неторопливые, с промежутками и роздыхами. Говорили о погоде, о вчерашнем дне, о полевых работах и хлебных ценах. Говорили также о близлежащих помещиках и помещицах. Первые дни своего знакомства с Борисом Андреевичем Петр Васильевич почитал за долг и даже радовался случаю расспрашивать соседа о столичной жизни, о науке и образованности, вообще о возвышенных предметах. Ответы Бориса Андреевича занимали, часто удивляли его и возбуждали его внимание. Но в то же время причиняли ему некоторую усталость, так что в скорости все подобные разговоры прекратились. Да и сам Борис Андреевич со своей стороны не обнаруживал излишнего желания возобновлять их. Случалось впоследствии, и то изредка, что Петр Васильевич спросит вдруг Бориса Андреевича, например, о том, что, дескать, за вещь электрический телеграф. И, выслушав не совсем ясное толкование Бориса Андреевича, помолчит, скажет, да, это удивительно. И уже долго потом не любопытствует ни о каком ученом предмете. Большую частью разговоры между ними происходили вроде следующего. Петр Васильевич, например, наберется дыму из трубки и, выпуская его через ноздри, спросит, а что это у вас за новая девушка? Я на заднем крыльце видел. Борис Андреевич. Борис Андреевич, в свою очередь, поднесет сигарку ко рту, пыхнет раза два и, отхлебнув глоток холодного чаю со сливками, промолвит, какая новая девушка. Петр Васильевич нагнется несколько вбок и, глянув в окно на двор, где собака только что укусила большого мальчика за икру, возразит, белокурая такая, не дурная. А, воскликнет немного погодя Борис Андреевич, это у меня новая прачка. Откуда? Спросит Петр Васильевич, словно удивившись. Из Москвы в учение было. И оба помолчат. Сколько у вас всех прачек, Борис Андреевич? Спросит опять Петр Васильевич, внимательно глядя на вспыхивающий с сухим треском табак, подногоревшую золотую в трубке. «Три», отвечает Борис Андреевич, «три». «У меня только одна, и одной-то делать почти нечего. Ведь у меня вы сами знаете, какое мытье», «эм», отвечает Борис Андреевич. И разговор прекращается на время. В таких занятиях проходило утро, и наступало время завтрака. Петр Васильевич особенно любил завтрак, и утверждал, что двенадцатый час это есть самое то время, когда хочется человеку есть. И действительно, он в этот час ел так весело, с таким здоровым и приятным аппетитом, что, глядя на него, даже немец бы порадовался. Так славно завтракал Петр Васильевич. Борис Андреевич кушал гораздо меньше. С него достаточно было куриной котлетки или двух яичек в смятку с маслом и какой-нибудь английской приправы в хитроустроенном и патентованном сосуде, за которую платил он большие деньги и которую втайне находил отвратительную. Хотя и уверял, что без нее ничего в рот взять не может. После завтрака и до обеда оба приятеля, если погода была хорошая, ходили по хозяйству или так просто гуляли, смотрели, как объезжались молодые лошади и так далее. Иногда добирались они до деревни Петра Васильевича и изредка заходили в его домик. Домик этот небольшой и ветхий скорее походил на простую дворовую лачушку, чем на жилище помещика. По соломенной крыше, кругом пробуравленной воробьинами и галочными гнездами рос зеленый мох. Из двух осиновых срубов, некогда сплоченных и прилаженных, один откинулся назад, другой покачнулся вбок и врос в землю. Словом, плох был дом Петра Васильевича снаружи, плох изнутри. Но Петр Васильевич не унывал. Будучи человеком холостым и вообще невзыскательным, он мало родил об удобствах жизни и довольствовался уже тем, что имел местечко, где мог по нужде укрыться от ненастья и холода. Хозяйством его заведовала ключница Македония. Женщина средних лет очень усердная и даже честная, но с несчастными руками. Ничего у ней не спорилось. Посуда билась, белье рвалось, кушанье недоваривалось или пригорало, Петр Васильевич называл ее каллигулой. Имея врожденную склонность к хлебосольству, Петр Васильевич любил видеть у себя гостей и угощать их, несмотря на скудность средств своих. Особенно старался и хлопотал он, когда посещал его Борис Андреевич. Но по милости Македонии, которая, впрочем, чуть не летала с ног долой на каждом шагу от усердия, угощения бедного Петра Васильевича выходили всегда неудачные. И большую частью ограничивались куском зачерствелого балыка и рюмкой водки, о которой он отзывался совершенно справедливо, говоря, что она отлично против желудка. После прогулки оба приятеля возвращались в дом Бориса Андреевича и обедали неспеша. Покушавши так, как будто завтрака и не было, Петр Васильевич отправлялся куда-нибудь в уединенный угол и спал часика два-три. Борис Андреевич в это время читал заграничные журналы. Вечером приятели опять сходились, такая уже между ними завелась дружба. Иногда они садились играть в преферанс вдвоем, иногда просто разговаривали таким же образом, как поутру. Случалось, что Петр Васильевич брал со стены гитару и пел довольно приятным тенором разные романсы. Петр Васильевич очень любил музыку, гораздо более, чем Борис Андреевич, который без восхищения не мог произнести имени Бетховена и все собирался выписать из Москвы фортепиано. В минуту грусти или уныния Петр Васильевич имел привычку петь романс, относившийся ко времени его службы в полку. С особенным чувством и несколько в нос произносил он следующие стихи. «Кухню нам француз не правит, один щик варит обет, славной родине играет, каталане не поет, трубач зорю охватает, вахмистер с рапортом придет». Борис Андреевич изредка ему подтягивал, но голос у него был неприятный и неверный. Часов в десятом, а иногда и раньше, приятели расходились. И на другой день снова начиналось то же. Вот однажды, сидя по обыкновению несколько вкось и напротив Бориса Андреевича, Петр Васильевич поглядел на него довольно пристально и промолвил задумчивым голосом. «Одному я удивляюсь, Борис Андреевич, чему это?» спросил тот. «А вот чему. Вы человек молодой, умный, образованный. Что вам за охота жить в деревне?» Борис Андреевич посмотрел с удивлением на своего соседа. «Вы ведь знаете, Петр Васильевич, проговорил он наконец, что если б не мои обстоятельства, обстоятельства меня к этому принуждают, Петр Васильевич, обстоятельства. Обстоятельства ваши пока еще ничего. С вашим именем можно жить. Определитесь на службу и, помолчав немного, Петр Васильевич прибавил. «Я на вашем месте поступил бы в Уланы». «В Уланы». «Почему же именно в Уланы?» «Так мне кажется, вам приличнее быть в Уланах». «Но позвольте, вы сами служили в гусарах?» «Я конечно в гусарах», с живостью заговорил Петр Васильевич. «И в каком полку?» «Такого другого полка в целом свете не найдешь. Золотой был полк. Начальники, товарищи, что за люди были?» «Но вам, я не знаю, вам, по-моему, надо в Уланы. Вы белокуры, талия у вас тоненькая. Все это идет». «Но позвольте, Петр Васильевич, вы забываете, что в силу военных узаконений я должен буду начать с юнкерского чина?» «Мои годы это несколько затруднительно. Кажется, даже оно запрещено». «Это правда», заметил Петр Васильевич и потупился. «Ну, в таком случае женитесь», произнес он вдруг, подняв голову. «Какой у вас, однако, сегодня странный оборот мыслей, Петр Васильевич», воскликнул Борис Андреевич. «Почему же странный?» «Что в самом деле?» «Жить так-то?» «Чего дождетесь?» «Только время упустите. Желаю я знать, какая вам от того будет польза, что вы не женитесь». «Да не в пользе дела», начал было Борис Борис Андреевич. «Нет, позвольте», перебил его Петр Васильевич, неожиданно войдя в азарт. «Это мне удивительно, отчего в нынешнее время молодые люди так боятся жениться? Я этого просто понять не могу. Вы, Борис Андреевич, не смотрите на меня, что я не женат. Я, может быть, и хотел, и предлагал. Да мне вот что показали». И тут Петр Васильевич поднял кверху указательный палец правой руки, обратив его наружной стороной к Борису Андреевичу. «А с вашим состоянием как не жениться?» Борис Андреевич внимательно глядел на Петра Васильевича. «Весело, что ли, холостым-то жить?» продолжал Петр Васильевич. «Эка невидаль! Вот радость-то! Правы меня нынешние молодые люди удивляют!» И Петр Васильевич с досадой выколотил трубку о ручку кресла и сильно дунул в чубук. «Да кто вам сказал, Петр Васильевич, что я не намерен жениться?» медленно проговорил Борис Андреевич. Петр Васильевич как полез пальцами в свой вышитый блестками бархатный массакового цвета кисет с табаком так и остался недвижим. Слова Бориса Андреевича его изумнили. «Да», продолжал Борис Андреевич, «я готов жениться. Сыщите мне невесту, и я женюсь. Право?» «Право?» «Нет, ей-богу!» «Какой вы, Петр Васильевич!» «Ей-богу!» «Я не шучу!» Петр Васильевич набил себе трубку. «Но смотрите Борис Андреевич!» «Невеста Вам будет!» «Хорошо!» возразил Борис Андреевич. «Но послушайте, в сущности, для чего вы хотите женить меня?» «А для того, что вы, как посмотрю на вас, не имеете способности этак ничего не делать!» Борис Андреевич улыбнулся. «Мне напротив до сих пор казалось, что я на это мастер!» «Вы меня не так поняли!» промолвил Петр Васильевич и переменил разговор. Два дня спустя Петр Васильевич явился к своему соседу не в обыкновенном своем пальто саке, а в сюртуке цвета вороного крыла с высокой тальею, крошечными пуговицами и длинными рукавами, усы Петра Васильевича казались почти черными от фабры, а волосы, круто завитые спереди в виде двух продолговатых колбасок, ярко лоснились помадой. Большой бархатный галстук с атласным бантом туго сжимал шею Петра Васильевича и придавал торжественную неподвижность и праздничную осанку всей верхней части его туловища. «Что значит этот туалет?» спросил Борис Андреевич. «А то значит этот туалет?» ответил Петр Васильевич, опускаясь на кресло не с обычной своей развязностью. «Что велите заложить коляску? Мы едем». «Куда это?» невесте». «К какой невесте?» «А вы уже забыли, о чем мы четвертого дня разговаривали с вами?» Борис Андреевич засмеялся, а сам смутился в душе. «Помилуйте, Петр Васильевич, ведь это была одна шутка». «Шутка? Как же вы божились тогда, что не шутите?» «Нет уж, извините, Борис Андреевич, а вы должны сдержать свое слово. Я уж принял надлежащие меры». Борис Андреевич еще более смутился. «Какие, однако, то есть, меры?» спросил он. «О, не беспокойтесь, что вы думаете? Я только предварил одну нашу соседку, прелюбезную особу, что мы с вами сегодня намерены посетить ее». «Кто эта соседка? Узнаете, погодите, вот вы сперва оденьтесь, довелите лошадей заложить». Петр Андреевич с нерешительностью поглядел кругом. «Браво, Петр Васильевич, что вам за охота? Посмотрите, какая погода! Ничего погода, она всегда такая бывает». «Недалеко ехать в верст пятнадцать». Борис Андреевич помолчал. «Да хоть позавтракаем сперва». «Позавтракать ничего, можно». «Знаете, что, Борис Андреевич? Подите оденьтесь теперь, а я без вас распоряжусь. Водочки и кры кусок это недолго, а у вдовушки нас покормят, об этом беспокоиться нечего». «Разве она вдова?» спросил обернувшись Борис Андреевич, который уже подходил к дверям кабинета. Петр Васильевич закачал головой. «Вот увидите, увидите». Борис Андреевич ушел и запер за собой дверь, а Петр Васильевич, оставшись один, распорядился и насчет коляски, и насчет завтрака. Борис Андреевич одевался довольно долго. Петр Васильевич выпивал уже слегка наморщившись и, приняв грустный вид вторую рюмку водки, когда Борис Андреевич предстал на пороге кабинета. Он позаботился о своем туалете. На нем был щегольски сшитый просторный черный сюртук, приятно отделявшийся своей матовой массой от томного блеска светло-серых брюк, черный низенький галстук и красивый темно-синий жилет. Золотая цепочка, прицепленная крючком последней петельки, скромно терялась в боковом кармане. Тонкие сапоги благородно скрипели, и вместе с появлением Бориса Андреевича разлился в воздухе запах «С-букета» в соединении с запахом свежего белья. Петр Васильевич только и мог произнести, что «Хаааа!» и тотчас взялся за шапку. Борис Андреевич натянул на левую руку лайковую серую перчатку, предварительно подышав у нее. Потом той же рукою нервически налил себе четверть рюмки водки и выпил. Наконец взял шляпу и вышел вместе с Петром Васильевичем в переднюю. — Я это только для вас делаю, — сказал Борис Андреевич, садясь в коляску. — Положим, что для меня, — сказал Петр Васильевич, на которого, видимо, подействовал изящный вид Бориса Андреевича. — А может быть, вы сами будете меня благодарить? И он сказал кучеру, как и куда ехать. Коляска покатилась. — Мы едем к Софье Корниловне за Днепровской, — промолвил Петр Васильевич после довольно продолжительного промежутка, в течение которого оба приятеля сидели неподвижно, словно каменные. — Слыхали ли вы про нее? — Кажется, слыхал, — отвечал Борис Андреевич. — Что же вы, ее-то мне в невесты прочьте. А почему бы и нет? Она женщина отличного ума, с состоянием, с манерами, можно сказать, столичными. Впрочем, поглядите, ведь это вас ни к чему не обязывает. Еще бы, — возразил Борис Андреевич. — А сколько ей лет? — Лет двадцать пять или двадцать семь, никак не более. Самым, как говорится, соку. Да и менее госпожи за Днепровской было не пятнадцать, а добрых двадцать пять верст. Так что Борис Андреевич порядком продрог под конец и все прятал свой покрасневший носик в бобровый воротник шинели. Петр Васильевич не боялся холода, вообще и в особенности, когда был одет по-праздничному. Тогда он скорее подвергался испарине. Усадьба госпожи за Днепровской состояла из новенького белого домика с зеленой крышей в виде дачи. В городском вкусе, с небольшим садиком и двором, под Москвою часто можно встретить подобные дачи. В провинции они попадаются реже. Видно было, что госпожа за Днепровская поселилась тут недавно. Приятели вышли из коляски. На крыльце встретил их лакей в гороховых панталонах и сером круглом фраке с гербовыми пуговицами. В передней, довольно опрятной, но с коником, встретил их другой такой же лакей. Петр Васильевич велел доложить барыне о себе и о Борисе Андреича. Лакей не пошел к барыне, а отвечал, что приказано просить. Гости отправились и через столовую, в которой оглушительно трещала канарейка, вошли в гостиную. С модной мебелью из русского магазина, очень ухищренный, изогнутый, под предлогом доставления удобства сидящим, а в сущности очень неудобный. Не прошло двух минут, как послышался в соседней комнате шелест шелкового платья. Портьерка приподнялась и проворными шагами вошла в гостиную хозяйка. Петр Васильевич расшаркался и подвел к ней Бориса Андреича. «Очень рада с вами познакомиться, и давно этого желала», развязно проговорила хозяйка, быстро окинув его взором. «Я очень благодарна Петру Васильевичу за доставление такого приятного знакомства. Прошу садиться». И хозяйка села, прошумев платьем, на низкий диванчик, прислонившись к спинке, протянула ноги, обутые в очень миленькие ботинки, и скрестила руки. Платье на ней было зеленое, с беловатыми переливами, гляссе, с волнами в несколько рядов. Борис Андреич сел на кресло против нее. Петр Васильевич немного подаль, разговор начался. Борис Андреич внимательно рассматривал Софью Кирилловну. Это была женщина стройная, высокая, с тонкой талией, смуглая и довольно красивая. Выражение ее лица, и особенно глаз, больших и блестящих, с приподнятыми углами, как у китайцев, являло странную смесь смелости и робости, и никак не могло называться естественным. Она то щурила свои глаза, то внезапно их раскрывала, а на губах у ней постоянно играла улыбка, желавшая казаться равнодушной. Все движения Софьи Кирилловны были очень свободны, почти резки. Впрочем, оружность ее понравилась Борису Андреичу, только неприятно подействовал на него косой пробор волос, придававший ее чертам лихой и мальчишеский вид. Сверх того, она, по его мнению, слишком часто и правильно выражалась по-русски. Борис Андреевич разделял мнение Пушкина, что, как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки, нельзя любить русской речи. Словом, Софья Кирилловна принадлежала к числу тех женщин, которых любезники величают ловкими дамами, мужья – боевыми особами, а старые холостяки – разбитными побенками. Сперва разговор зашел о том, что очень скучно жить в деревне. Здесь просто нет живой души, просто не с кем словом перекинуться, говорила Софья Кирилловна, особенно отчетливо произнося букву «С». Я не могу понять, что за люди здесь живут. А те, – прибавила она сужимкой, с которыми было бы приятно познакомиться, те не ездят, оставляют нас, бедных, в нашем невеселом одиночестве. Борис Андреевич слегка наклонился вперед и пробормотал какое-то неловкое извинение, а Петр Васильевич только глянул на него, как бы желая сказать, «Ну, что я вам говорил? Кажется, это за словом в карман не полезет». «Вы курите?» – спросила Софья Кирилловна. «Курю, но сделайте одолжение. Я сама курю». И, сказав эти слова, вдова взяла со столика довольно большую серебряную сигарочницу, достала из нее папироску и предложила гостям. Оба гости взяли по папироске. Софья Кирилловна позвонила и велела вошедшему мальчику с красным жилетом во всю грудь подать огня. Мальчик принес восковую свечу на хрустальном подносе. Папироски задымились. «Ведь вот, например, вы не поверите», – продолжала вдова, слегка закинув голову и пуская дым тонкой струей кверху. «Здесь есть люди, которые находят, что дамам не следует курить, а уж верхом ездить. Сохрани, Боже, просто каменями побьют». Да, – прибавила она после небольшого молчания. «Все, что выходит из-под общего уровня, все, что нарушает законы какого-то выдуманного приличия, подвергается здесь строжайшему осуждению». «Особенно барыни на этот счет сердиты», – заметил Петр Васильевич. «Да», – возразила вдова, – «беда попасть к ним на зубок. Впрочем, я с ними не знаюсь вовсе. Сплетни их не проникают в мое пустынное убежище». «И вам не скучно?» – спросил Борис Андреевич. «Скучно?» «Нет, я читаю, а когда книги мне надоедают, мечтаю, гадаю о будущем, задаю вопросы своей судьбе». «Будто вы гадаете», – спросил Петр Васильевич. «Да вас нисходительно улыбнулась. Почему же и не гадать? Я уже довольно стара для этого». «О, что вы!» – возразил Петр Васильевич. Софья Кирилловна, прищурившись, посмотрела на него. «Впрочем, бросимте этот разговор», – промолвила она и с живостью обратилась к Борису Андреевичу. «Послушайте, месье Визовнин, я уверен, что вы интересуетесь русской литературой». «Да, конечно, я...» Визовнин любил читать, но, собственно, по-русски читал неохотно и мало. Особенно новейшая словесность была ему незнакома. Он остановился на Пушкина. «Скажите, пожалуйста, отчего Марлинский в последнее время впал в такую немилость?» Это, по-моему, в высшей степени несправедливо. «Вы какого о нем мнения?» «Марлинский – писатель с достоинствами, конечно», – возразил Борис Андреевич. «Он поэт. Он уносит воображение в мир, в какой-то очаровательный, чудесный мир». А в нынешнее время все стали описывать ежедневное. «Ну, помилуйте, что хорошего в этой ежедневной жизни здесь, на земле?» И Софья Кирилловна провела рукой вокруг себя. Борис Андреевич значительно посмотрел на Софью Кирилловну. «Я не согласен с вами. Я нахожу много хорошего и здесь», – сказал он с особенным ударением на последнем слове. Софья Кирилловна внезапно засмеялась каким-то резким смехом, а Петр Васильевич также внезапно поднял голову, подумал и опять принялся курить. Разговор продолжался в том же роде, как начался до самого обеда, беспрестанно переходя от одного предмета к другому, чего не случается, когда разговор становится действительно занимательным. Между прочим, речь зашла и о браке, о его выгодах и невыгодах, и о положении женщин вообще. Софья Кирилловна сильно восставала против брака, пришла, наконец, волнение, и, почувствовав жар, выражалась очень красноречиво, хотя собеседники ее почти не противоречили. Она не даром любила Марлинского. Она также умела, кстати, прибегнуть к украшениям новейшего слога. Слова аристократический, художественность, обуславливать так и сыпались из ее уст. Что может быть для женщины дороже свободы, свободы мыслей, чувств, поступков, воскликнула она, наконец? Да, позвольте, перебил ее Петр Васильевич, лицо которого понемногу начинало принимать выражение недовольное. На что женщине свобода? Что она с нею сделает? Как что? А мужчине она, по-вашему, нужна? То-то и есть вы, господа. Да и мужчине она не нужна, перебил ее опять Петр Васильевич. Как не нужна? Да так же не нужна. Ну что она, эта хваленая свобода, человеку? Человек свободный, это дело известное. Либо скучает, либо дурачится. Стало быть, заметила Софья Кирилловна с иронической усмешкой, вы скучаете, потому что, зная вас за человека благоразумного, я не могу предполагать, чтобы вы дурачились, как вы говорите. Случается и то, и другое. Спокойно промолвил Петр Васильевич. Вот это мило! Впрочем, я должна быть благодарна вашей скуке за то, что имею удовольствие видеть вас сегодня у себя. И, довольная ловким оборотом своей фразы, хозяйка слегка закинулась назад и произнесла в пол голоса. «Ваш приятель, я вижу, любит парадоксы, Моншер Визовин!» «Я этого не заметил», возразил Борис Андреевич. «Что я люблю?» спросил Петр Андреевич. «Парадоксы». Петр Васильевич посмотрел в глаза Софьи Кирилловне и ничего не ответил ей, а только подумал про себя. «Я так знаю, что ты любишь!» Мальчик с красным жилетом вошел и доложил, что обед готов. «Милости просим!» сказала хозяйка, поднимаясь с дивана. И все перешли в столовую. Обед не понравился гостям. Петр Васильевич встал из-за стола голодный, хотя блюд было много. А Борис Андреевич, как гастроном, остался недоволен хотя кушанье приносились под жестяными колпаками и тарелки подавались гретые. Вина тоже оказались плохими, несмотря на великолепные, золотом и серебром украшенные ярлыки на бутылках. Софья Кирилловна не переставала разговаривать, только по временам бросала выразительные взоры на подававших людей и винцо она попивала порядком, причем замечала, что в Англии все дамы употребляют вино, а здесь и это считается неприличным. После обеда хозяйка пригласила Бориса Андреевича и Петра Васильевича обратно в гостиную и спросила у них, что они предпочитают, кофе или желтый чай. Борис Андреевич пожелал чаю и, выпив свою чашку, внутренно сожалел о том, что не попросил кофе. А Петр Васильевич пожелал кофе и, выпив свою чашку, спросил чаю, отведал и поставил чашку обратно на поднос. Хозяйка уселась, закурила папироску и, по-видимому, не прочь была затеять самую оживленную беседу. Глаза у нее разгорелись и смуглые щеки покраснели, но гости отвечали вяло на ее бойкие речи, занимались больше курением и, судя по взорам их, внезапно устремленным в углы комнаты, думали об отъезде. Впрочем, Борис Андреевич, вероятно, согласился бы остаться до вечера. Он уже вступил было в прение Софьи Кирилловной по поводу кокетливого ее вопроса. Не удивляется ли он тому, что она живет одна, без компаньонки? Но Петр Васильевич явно торопился домой. Он встал, вышел в переднюю и приказал заложить лошадей. Когда же, наконец, оба приятеля стали прощаться, а хозяйка начала их удерживать и любезно выговаривать им, что они так мало посидели у ней, то Борис Андреевич нерешительным наклонением своего стана и осклобленным выражением лица показывал, по крайней мере, что упреки ее на него действуют. Но Петр Васильевич напротив то и дело бормотал. Никак нельзя-с, пора ехать, делас, теперь месячно и упорно пятился назад к двери. Софья Кирилловна взяла с них, однако, слово, что они на днях опять посетят ее и сама протянула им руку для английского «shaking hands». Борис Андреевич один воспользовался ее предложением и довольно-таки крепко пожал ее пальцы. Она прищурилась и улыбнулась. В это мгновение Петр Васильевич уже надевал передний шинель в рукава. Коляска не успела еще выехать из деревни, как он первый нарушил молчание, воскликнув. «Не то, не то, нет, не годится, не то!» «Что вы хотите сказать?» спросил его Борис Андреевич. «Не то, не то!» повторял Петр Васильевич, глядя в сторону и слегка отвернувшись. «Если вы это говорите про Софью Кирилловну, то я с вами не согласен. Она очень милая дама с претензиями, но милая. Еще бы! Конечно, если б только для того, чтобы, например... Но ведь я с какую целью желал вас с ней познакомить?» Борис Андреевич не отвечал. «Уж я вам говорю, не то, сам вижу. Это мне нравится говорить о себе. Я эпикурейка». «Да позвольте, вот у меня на правой стороне двух зубов не достает. Разве я говорю об этом?» И без моих слов все увидят. И при том, какая она, хозяйка, чуть с голоду не уморила. «Нет, по-моему, будь развязная, будь начитанная. Коля уж так тебя повернула, будь с бантоном, но будь хозяйка прежде всего». «Нет, не то, не то, не того вам надо. Этими красными жилетами да колпаками на блюдах вас не удивишь». «Да разве вам нужно, чтобы меня удивили?» спросил Борис Андреевич. «Уж я знаю, что вам нужно. Теперь я знаю». «Уверяю вас, что я благодарен вам за знакомство Софьи Кирилловной. Тем лучше. Но она, я повторяю, не то». Приятели поздно вернулись домой. Уходя от Бориса Андреевича, Петр Васильевич взял его за руку и промолвил. «А я все-таки от вас не отстану. Слово я вам вашего не возвращаю. Помилуйте, я к вашим услугам», возразил Борис Андреевич. «Ну и прекрасно». И Петр Васильевич удалился. Целая неделя прошла опять обыкновенным порядком, стою, однако, особенностью, что Петр Васильевич отлучался куда-то на целый день. Наконец, в одно утро он явился, опять одетый по-праздничному, и опять предложил Борису Андреевичу съездить с ним в гости. Борис Андреевич, который, как видно, ожидал этого приглашения с некоторым нетерпением, беспрекословно повиновался. «Куда вы теперь меня везете?» спросил он Петра Васильевича, сидя с ним рядом уже в санях. Со времени их поездки к Софье Кирилловне зима успела стать. «Я везу вас теперь, Борис Андреевич», отвечал Петр Васильевич с расстановкой, «в один очень почтенный дом, к Тиходуевым, это припочтенное семейство. Старик служил полковником и прекрасный человек. Жена его тоже прекрасная дама, у них две дочери чрезвычайно любезные особы, воспитанные отлично и состояние есть. Не знаю, какая вам больше понравится, одна так будет поживее, другая потише, другая это, признаться, уже слишком рабка, но обе они могут за себя постоять. Вот вы увидите. Хорошо, увижу, возразил Борис Андреевич и подумал про себя, словно семейство Лариных из Онегина. И по милости ли этого воспоминания, по другой ли какой причине, черты его лица приняли на некоторое время вид разочарованной и скучающей. Как зовут отца, спросил он небрежно. Его зовут Калимон Иванович, ответил Петр Васильевич. Калимон. Что за имя? А мать? А мать зовут Пелагеей Ивановной. А дочерей как зовут? Одну тоже Пелагеей, а другую Эмеренцией. Эмеренцией? Я такого имени от роду не слыхал. И еще Калимоновна. Да, имя точно немножко странное, но какая зато девица. Просто можно сказать, вся составлена из какого-то добродетельного огня. Петр Васильевич, помилуйте, как вы поэтически выражаетесь. А какая из них Эмеренция? Та, что потише? Нет, другая. Да вот вы сами увидите. Эмеренция Калимоновна. Воскликнул еще раз Визовнин. Мать ее Эмеренц, вполголоса заметил Петр Васильевич. А мужа своего Калимон этого не слыхал. Да вот погодите, подожду. У до Тиходуевых было уже верст около двадцати пяти, как на Софьи Кирилловны, но старинная усадьба их нисколько не походила на щегольской домик развязной вдовы. Просторная и пространная какая-то масса темного тесу с темными стеклами в окнах. По бокам стояли в два ряда высокие березы, из-за крыши виднелись бурые вершины огромных лип. Весь дом словно оброс кругом. Летом растительность это, вероятно, оживляло вид усадьбы. Зимой она придавала ей еще больше уныния. Впечатление, производимое внутренностью дома, тоже не могло назваться веселым. Все в нем было мрачно и тускло, все казалось старее, чем оно было в самом деле. Приятели велели доложить о себе, их провели в гостиную. Хозяева встали им навстречу, но долгое время могли приветствовать их только знаками и телодвижениями, на которые гости с своей стороны отвечали одними улыбками и поклонами. Такой ужасный лай подняли четыре белые шавки, соскочившие при появлении чужих лиц сшитых подушек, на которых лежали. Кое-как, хлопанием по воздуху носовыми платками и другими средствами, успокоили разъярившихся собачонок, а одну из них, самую старую и самую злую, вошедшая девка принуждена была вытащить из-под скамейки и унести в спальню. Причем претерпела укушение в правую руку. Петр Васильевич воспользовался восстановившейся тишиной и представил Бориса Андреевича хозяевом. Хозяева объявили в один голос, что очень рады новому знакомству, потом Калимон Иванович представил Борису Андреевичу своих дочерей, называя их Поленькой и Эменькой. В гостиной находились еще две женских личности, уже немолодые. Одна в чипце, другая в темном платочке. Но Калимон Иванович не почел нужным познакомить с ними Бориса Андреевича. Калимон Иванович был человек лет пятидесяти пяти, высокий, плотный, седой. Лицо его не выражало ничего особенного. Черты тяжелые, простые, с отпечатком равнодушия, доброты и линии. Жена его, маленькая, худая, с изношенным личиком, с накладкой красноватых волос под высоким чипцом, казалась в вечной тревоге. В ней замечались следы давно прошедшего жеманства. Из дочерей одна Пелагея, черноволосая и смуглая, глядела из-под лобья и дичалась, другая напротив, эмеренция, белокурая, полная, с круглыми красными щеками, с маленьким съеженным ротиком, с дернутым носиком и сладкими глазками, так и выдавалась вперед. Видно было, что обязанность занимать гостей лежала на ее ответственности и нисколько ее не тяготила. На обеих сестрах были белые платья со вздымавшимися от малейшего движения голубыми лентами. Голубое шло к эмеренции, но не шло к поленьке. Да, вряд что-нибудь могло идти к ней, хотя ее нельзя было назвать некрасивой. Гости уселись, хозяева предложили им обычные вопросы, произносимые с тем приторным и натянутым выражением лица, которое является у самых порядочных людей в первое мгновение разговора с новым знакомым. Гости возражали таким же образом. Все это производило довольно тягостное впечатление. Калимон Иваныч, не будучи очень находчив от природы, спросил Бориса Андреевича, давно ли он поселился в наших краях. Ах, Борис Андреевич только что успел ответить Пелагею Ивановне на этот же самый вопрос. Пелагея Ивановна очень нежным голосом, голосом, который всегда употребляется при гостях в день их первого посещения, упрекнула своего мужа в рассеянности. Калимон Иваныч немного смутился и громко высморкался в клетчатый носовой платок. Звук этот взволновал одну шавку и она залаяла. Но Эмиренция тотчас нашлась и, приласкав ее, успокоила. Та же самая девица сумела оказать другую услугу своим несколько уже потерявшимся родителям. Она оживила разговор, скромно, но с твердостью подсев Борису Андреевичу и предложив ему, в свою очередь, самым умильным видом вопросы хотя незначительные, но приятные и способные вызвать веселые ответы. Дело скоро пошло на лад. Завязалось общее прение, в котором одна поленька не принимала участие. Она с упорством глядела на пол, между тем, как Эмиренция даже смеялась, грациозно приподняв одну руку, и в то же время так держалась, как будто хотела сказать «Смотрите, смотрите, как я благовоспитана и любезна, и сколько во мне милой игривости и расположения ко всем людям!» Казалось, она и пришептывала от того, что уже очень была добра. Она смеялась, придавая смеху своему сладостную растянутость, хотя Борис Андреевич сначала не произносил ничего особенного. Она смеялась потом еще более, когда Борис Андреевич, поощренный успехом своих слов, начал действительно острить и злословить. Петр Васильевич тоже смеялся. Визовнин заметил, между прочим, что он страстно любит музыку.